Кто только не выходил на акции протеста к Белому дому. Этот митинг, пожалуй, стал одним из самых необычных. У главного здания страны циркачи. Выступает под открытым небом. И зрители подошли. Многочисленные журналисты и милиционеры. Но клоуны хотят привлечь внимание президента, раз чиновники не прислушиваются к их требованиям. Решение коллектива, чтобы генеральным директором был назначен Аида Ахматова. Она от иголки до ниточки знает Кыргызский цирк. Как развитие Кыргызского цирка. У нее своя концепция. Эту концепцию мы одобряем. Она имеет два высшего образования. Куда бы ни ездила, получала во всех фестивалях гран-при. И мы думаем, назначением Аида Ахматовой будет развитие Кыргызского цирка. И мы в этом уверены. А кандидатур на пост руководителя цирка несколько. Спустя день после отставки прежнего директора Курмангазы Исанаева стало известно, что на эту должность претендует балетмейстер Зарылбек Молдабакиров. Директором цирка может стать и бывший замминистра культуры Фархад Бекманбетов. Но ни одна из этих кандидатур, вышедших на митинг сотрудников цирка, не устраивает. Других кандидатов мы только видим по интернету. Их нам творческому коллективу не показывали. Мы хотя бы просили, что если кандидаты будут, пускай придут, пускай скажут свою концепцию, покажут. Такого не было. Такого не было. Сколько ждем, министр не может решить. А если ваши требования не выполнят? Если наши требования не выполнят, здесь сегодня 39 артистов из 45. Мы все готовы написать заявление на увольнение. Эйди Акматовой 32 года. Воздушная гимнастка, выходец из цирковой династии. Два высших образования. За бричами большой опыт работы за рубежом. В Германии, Китае, Италии, Арабских Эмиратах, Франции. Сама она готова возглавить цирк. Первым делом планирует сплодить коллектив. А после уже заняться ремонтом здания. На протяжении многих лет у нас в цирке не было ремонта. В обязательном порядке очень большое внимание нужно уделить именно ремонту цирка, студии цирка, залы тренировочные. Потому что, чтобы подготовить именно одного артиста, нужно несколько тренеров. Нужен режиссер, нужен хореограф. То есть в одного человека вкладывается несколько людей. Тут нет такого, что один человек справляется со всеми жанрами. Нам нужны многожанровые тренера также. Один из оппонентов Фаиды Акматовой Фархад Бекманбетов с требованиями митингующих ознакомился. Более того, говорит мужчина, вполне их понимает. Потому как многие из них не первый год в цирке и действительно переживают за его будущее. Но за место директора он намерен бороться до конца. Те люди, которые вышли на митинг, они причастны, вообще-то, соучастники сегодняшнего состояния этого цирка. Потому что они в течение последних 20 лет, они работали в этом цирке. Никто им не мешал, чтобы они развивали или там что-то сделали. Никто не им помешал. Ну, наоборот, они, мне кажется, они переживают, что если кто-то будет со стороны, чтобы знал их кухню, их там свои серые схемы. Поэтому они переживают, я так думаю. Цирковое представление незамеченным не осталось. Через некоторое время их принял министр культуры Азамат Джаманкулов. Пообещал назначить им руководителя в течение трех дней. Есть определенные требования по отношению к должности директора. Минимум три года административно-управленческой работы. Должен иметь определенный опыт и высшее образование по этим направлениям. По ним, по этим критериям мы будем отбирать директора. Сейчас не готов назвать, кто именно это будет. Но ближайшее буквально, ну, приходило уже, в принципе, время назначать директора. На выполнение требований митингующие дали пару дней. Иначе, сообщили они, все произойдет с точностью наоборот. Клоуны уйдут, а цирк останется. Заявление об уходе готовы написать 39 человек из 45. Анастасия Соболева, Урмат Мамбиталиев, НТС.